мега хрустящая кожица ребят всем привет давайте сегодня приготовим классную вкусную хрустящую курочку копченую в смокере курочка будет с хрустящей корочкой я вам покажу как это сделать потому что многих корочка все-таки при копчении не хрустящая у нас же будет исключительно хрустящая для начала нам нужно взять естественно курочку и разделать ее вес нам не важен по той причине что мы будем взвешивать вместе с водой так как засаливать будем в воде так ну и первонаперво нам нужно удалять шею она нам не нужна сразу скидываю свой контейнер так ну и в принципе давайте у нее вырежем хребет в принципе если вы хотите вы можете оставить хребет не хотите удаляйте ваш я удаляю хребет ну конечно все это вот надо зачистить и пойти сейчас на умывальник промыть пуску вырезали можно еще грудину немножко разве ты чтобы она лучше раскрылась берем весы включаем их как же хреново видно никогда не покупайте весы с негативом ребят я их подкину к себе чтобы было видно я вам просто буду озвучивать так смотрим чтобы было ноль хорошо берем кастрюльку который будет засаливаться курица 815 грамм тарим ее закладываем туда нашу корочку курица у нас кстати получилось килограмм 325 грамм и заливаем сюда воды воды нужно так залить чтобы вся корочка закрылась и сейчас у нас получилось два килограмма 854 грамма 2854 умножить на 2 процента равняется 57 и 0 8 грамм короче 57 грамм соли нам нужно сюда добавить вот обыкновенная вареная соль вам конечно морская я предпочитаю морскую только по той причине что она и чистая и не иодированная вот такой мелко-средний помол 57 грамм насыпаем соли вот 57 грамм ровно мы возьмем вот этой же воды немножко очеркнем и прямо в ней размешаем сольку только не всю потому что мы понимаем что какой-то только процент соли может содержаться в воде дальше она просто перестанет размешиваться по примерно возьмем треть соли и выливаем опять берем воды и опять засыпаем сюда соль очень быстро растворяется вода только холодная ребят только холодная вода для того чтобы курицу нас раньше времени начала вариться она нужно что просолилась мы остатки уже соли засыпаем все у нас все хорошо растворилась в этот же рассол значит мы добавляем несколько листов лаврентия прямо туда вот кидаем потом мы туда добавляем 5 процентов какого нибудь кислого соуса у меня есть устричный соус и у меня есть яблочный уксус значит пять процентов это у нас 142 и 7 143 грамма нужно соусом по весу по весу не по объему по весу затарим ее вы давайте возьмем яблочный уксус и нальем его ну грамм 100 грамм ровненько 100 грамм налил и остальное добьем вот этим вот устричным соусом ну и также я немножко еще для аромата в устреширок почему я так много брызнул потому что понятно что половина останется в воде прямо вот здесь я все это размешаем чтобы лучше смешалось с нашей водой но в принципе все растворилось теперь берем немножко белого перца буквально несколько горошин для аромата но итальянский страх немножко вот этого вполне хватит можно сюда добавить измельченного чеснока но можно добавить просто сухого чеснока в принципе разницы никакой вот примерно ложку сухого чеснока он хорошо намокает он хорошо так подбухает и в принципе все это вот так вот переболтаем ложкой перемешаем и где-то на сутки холодильник минимум на счастье в 12 то есть на ночь хотя бы поставьте чтобы она настоялась минимум на ночь ну и в принципе не надо ее крутить вертеть ничего она в влажном рассоле соляном и все травы отдадут ароматы естественно продукту я вот прямо сижу чувствую все вот эти вот ароматы всех специй которые туда добавил вот ну хотите можно добавить паприки но честно говоря паприка мне кажется здесь она просто даст красный цвет и ну то есть она по-моему она будет мешать она будет лишнее вот и будет только как песок на зубах хрустеть хотя если любите можете добавить я не хочу вот все встретимся завтра ну что пора заниматься с мокером прошли сутки емкость для воды нам сегодня не нужно ждем блюз мог то есть голубенький красивый дым так ребят значит идем сливаем раскол ну и сполоскиваем на шкурочку ну что в принципе вот следующий день курицу я достал обмыл сейчас посыпаем ее смесью чеснока гранулированного и черного перца вот если в баночку сидел смесь примерно ну не важно как хотите делайте но не сильно надо посыпать и посыпаем с двух сторон заворачиваем крыльях чтобы они сгорели много не надо лишь не стихаем на принципе все понесли мутер кладем в горячую зону поэтому это вот так у меня ну и регулируешь где-то было в районе 135 это вот в этом месте будет горение все хорошо даже можно немножко притушить его готовим два часа принципе прошло уже ровненько два часа вот давайте посмотрим что у нас там вышло вот такая вот у нас куртенка но здесь есть еще один момент я есть растопил масло немножко обыкновенное сливочное масло и давайте мы курочку нашу смажем еще маслицем с одной стороны не надо не будем ее переворачивать это не надо никому на остатки есть какие-то выльем и пускай она постоит еще 15 минуток у нас ну что ребят значит вот такая у нас курятинка получилось вы видите хрустящая корочка вот жирок из не под неё вытапливался в принципе давайте сейчас минут 15 она пускай постоит на воздухе немножко подостыни чтобы ее можно было попробовать ну и в принципе я ее разрежу естественно попробуем курочка сутки даже немножко больше она солилась два часа она готовилась 15 минут она готовилась после смазки маслом слышите корочка просто если бы ее не смазать маслом она почти ломалась то есть невозможно было на рип из нарезать потому что она бы ломалась пробуем попробуем белого мяска кусочек ребятами что я могу сказать курочка получилось классно курочка получилось вкусно курочка получилось охрененно порту но нужно было бы сейчас если бы у нее вот этот кислинка которая добавлял ну на процентов 10-20 было бы больше было бы вкуснее было бы так более пикантно более интересным а так вообще супер берите рецепт готовится элементарно в принципе также можно приготовить и в гриле то есть сутки курицу солим в принципе достаточно может быть даже сливого раствор ну чесночка мы добавить побольше побольше можно потом на непрямом жаре при где-то сто тридцати пяти градусов статус 130 150 135 150 мы ее жарим два часа потом естественно посыпав предварительно перчиком и чесночком потом смазываем маслицем и в принципе на минут 15 все достали схеме вы конечно это курица я уже первый раз я готовлю это то блюдо это вот именно та курица которая гораздо вкуснее когда она горячая ну что на этом все всем спасибо за внимание готовьте интересные рецепты делитесь своими рецептами все всем покедова ставьте лайкосики подписывайтесь на канал